всем доброго времени суток вы на канале жаркий place сегодня при очередной продаже на чир я понял что ключи стоят ультра дорого а именно цены начинаются там от 20000 заканчиваются четырьмя миллионами 5 и так далее я не долго думаю решил скупить все самые дорогие ключи и карты и сегодня попробовать открыть их посмотреть вообще окупается это или нет ну а ты сразу пиши свое мнение в комментариях ни минута не медлим погнали итак мы с вами в игре заходим теперь на склад смотрим у меня есть значит 4 ключницы где у нас есть ключи атаки ямы они стоят 20000 100 по моему тысяч и 200 тысяч также есть от кайда ключи которые стоят 100000 миллион 500000 миллион а трк значит два ключика самых дорогих это 486 тысяч и 244 тысячи дороже как бы не было ветренько 4 ключа 94000 он стоил сотку дальше 193 тысячи 94 тоже стоил больше 100 и 153 цены видать подупали ну ладно все равно это дорогие ключи далее значит есть два ключа от баф это 100000 и 115 и есть пара карточек это значит атаки ямы 846 тысяч от гараж от так называемой ветреной гавани хотя эта комната находится не только там а также на аркан но почему-то там было написано что на ответ рынке значит 400 тысяч комната 13 от арк 895 тысяч комната 11 я даже не помню где она находится но она стоит 989 тысяч дальше комната 42 также от арк лям 191 и в принципе все мы пойдем с вами на баф потому что на баф всего два ключа и это будет быстрее всего сделать и так чтобы эксперимент был чистый я нажимаю на ключ нажимаю отслеживать и мне показывают где этот ключ работает уже кто-то есть что-то такое быстрее 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 есть открываем пусто у вас еще и двое было господи так комнату мы открыли посмотрели в ней ничего такого не выпало но я знаю точно что падает отсюда крипто очень часто поэтому есть смысл ее открывать так парнем не платится очень зуба ниху о суки понял в общем запустился я снова на баф потому что кому-то мы одну открыли нас убили нажимаем отслеживать так две комнаты поехали выберу другой ключ потому что до тех бежать долго здесь есть дверка так открываем смотрим медь кольцо барабан и пусто так же этот ключ открывать еще и эту дверь идем далее снова откроем эту дверь пусто пикта и пусто открываем следующую дверь сейф пустой здесь лак краска и свинцовые сердечники есть кстати труп игрока открываем в ней у нас значит есть прицел модуль если для оружия есть тактическая рукояткой дробовик и в принципе в принципе щедря из гейст вынесли крипту это самое дорогое что было там на данный момент но в принципе да комнату можно открывать я всегда открываю рекомендую это делать просто кучи стоят относительно дешево по сравнению с ключами от кайда которые стоят миллион поэтому стоит ее открывать итак следующая карта на очереди у нас гора кияма сразу же заходим с вами в карты смотрим нас только от гаражки получается карта и по ключам по ключам отслеживать у нас это далеко я не могу отслеживать его сейф на поле для гольфа все понял ищем сейф с вами отслеживать смотровая залудована поэтому ждем дождался за гений ко мне идет здесь никого нет я не было выбора мне пришлось крысить так пошла буря комната закрылась идем открывать так пластина пилка здесь модуль детекции который мне кстати не нужен взял здесь по идее должна крипта лежать но ее нету возможно еще не обновилась подождем с тобой 50 секунд патроны патроны нам не нужны эти патроны мы заберем гранаты и еще граната крипта не обновилась крипта не обновилась дрон обновился дрон мы с тобой забираем и здесь чип в общем крипта не появилась мы с тобой идем на виллу открываем комнату нажимаем отслеживать чтобы вам было понятно где она находится как до нее идти 230 метров после нее мы пойдем с вами на поле для гольфа и откроем еще там сейф если он там действительно есть что-то я не помню чтобы там был сейф мы с вами добежали но она открытая это ее залутал буря еще вы долго идти поэтому я сейчас пойду засейвлю этот лут и и заново зайду уже другую катку мы с вами снова на горе окияма буря скоро пройдет с выбираем с вами ключик где он господи вот этот ключик нажимаем отслеживать и идем открывать комнату так я залутал дроп забыл что у нас буря то скоро обновиться и мы сможем сейчас открыть эту комнату как я дошел до комнаты открываем смотрим что у нас тут есть здесь значит у нас пусто следующая дверь здесь старый лут лежит и скальпель скальпель и ожерелье к сожалению или к счастью я не смог найти применение вот этому вот ключу где находится этот сейф я не нашел открываем смотрим что у нас здесь есть 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 для оружия в сс патроны пусто здесь складной скальпель и ожерелье здесь обычно лежит крипто и она есть это отлично здесь у нас план козы у есть еще пластинка гранаты еще граната потом для mp7 топовые для разблокировки и еще одна граната так ракета прилетела кстати бедолагу я думаю можно поднять пускай бегает между прочим лота мы вынесли на 4 миллиона 328 тысяч благодаря игрокам которых мы убивали и кучи скальпелей рекомендую так мы с вами на ветреной гавани уже есть это шаги нажимаем значит отслеживать это у нас ю кирин 169 метров 107 комната 120 поближе что то есть тоже 120 и 180 было 120 давай 120 пошли пока здесь уже лежат трупы очки есть игрок ладно давай откроем первую сундук audioplayer 2 бронепластина компоненты прожектор 3 бронепластина очистители фляга здесь съемный литьевый аккумулятор и хилки и в принципе все ставим следующий ключ значит в комнате есть сундук в котором маска и ручка есть два скальпеля и на этом все они тут еще сумка сумки глушитель сигнал это все печально здесь уже кто то есть это бат и бат и в принципе это не так страшно я же говорю это не страшно открываем с вами значит и кирин смотрим что есть в ней в юке у нас лежит всяких хлам мдр к рпк хилки здесь игроки уже раскидали свои предметы опять хилка открываем ящик в ящике всс глушители патроны далее в этом ящике пластины здесь первое письмо открываем следующий контейнер в нем всс и для свдс что-то что-то было по идее здесь еще лежит крипта частенько но ее сейчас нету не заспавнилась печально открываем и от муха тоже вертолет так первая сумка хилка и лом лом забираем вторая сумка плоскогубцы забираем сейф сейфе у нас пусто аптечка лежит и здесь ничего и так после открытия всех комнат у нас вот такой вот результат 2 500 но при этом мы забрали с тобой обычный модуль улучшения датчика восприятия и так понемногу для разблокировки в принципе неплохо но как-то не знаю как будто бы хуже чем могло быть так настала очередь арк сразу же заходим с тобой смотрим что у нас где находится 90 метров отлично 61 еще лучше и 4 2 158 даже садим поехали так вот сразу да так я добрался до комнаты давай открывать смотрим компьютер маркировщик и компоненты дальше есть твердый спирт еще один компьютер флешка электрокомпоненты дальше для патрон сумка патроны пойдет и и крипто вообще хорошо все в принципе здесь все залута на да да тогда комната я дошел открываем комната открыто здесь находится сервера и памятная крипто хорошо берем также больше смартфон чип и и компоненты все здесь больше лутать нечего дальше шестьдесят восемь метров вот она эта комната открываем что у нас тут есть компьютер маркировщик и компоненты сумка нож возьмем кстати дальше шлем еще один компьютер который маркировщик и компоненты броня 4а с этой стороны у нас есть компьютер планка узлы компоненты сумки у нас электронные часы и в компьютере планка узлы и компоненты крипто нежданно уже три крипты самый лучший результат все хорошо тогда мы идем с тобой открывать в подземке через подземку уже дойдем до тех ключей реймонд господи причем и первый реймонд в этом вайбе будет если смогу его забрать с одной пули не чуть-чуть не хватило как-то если он еще и вытек это вообще будет кадр тип еще идет зараза так сучонок да он вытек но у меня тип на последнем издыхание убил прикинь батя хорош на туре а комната между прочим открыта никто в ней не сидит но в принципе здесь лежит все то же самое что и обычно падает здесь обычно лежит письмо а здесь лежит криптомонета в этот раз мне не повезло и заходить еще раз я думаю не имеет смысла потому что в принципе в комнату попали и лут тут же самый остался даже краска та же самая лежит итак открываем комнату я до нее уже дошел смотрим здесь на столе у нас ничего в сумки кстати чип есть лом берем и в компьютере электронные часы здесь у нас ничего не лежит на полу тоже ничего нету на столе на столе тоже ничего нет я открыл дверь и в ней из котором лом и топлива здесь у нас рукоятка пусто для мосинки между прочим есть одна темка ее нужно забрать сто процентов она нам очень-очень пригодится и в кейсе пусто это самый лучший результат у что три крипты плюс остепающий снял оружие патроны топовые и в принципе неплохо получили с вами чипы и различные компоненты а также еще и для мосинки как он называется приклад приклад в общем хороший топовый вот я рекомендую итак самая сложная карта для лутинга это кайдо зона оккупации к 1 потому что даже не знаю с чего начать так первая дверь открываем в ней у нас значит лежит обезболивающая оригин фактор боец опять обезболивающее на столе у нас есть медицинский в котором большая хилка здесь ничего здесь ничего по углам ничего не спрятано двери не открывается и и это все больше здесь лутать нечего до двери я дошел открываем здесь у нас лежит сразу же крипта и тактическая рукоятка крипту мы с вами убираем если у нас что если пластина здесь ничего не лежит кстати патроны были на полу еще патроны все лежит на полу и только крипта была на столе хорошо следующий ключик это у нас был какой какой-то ключ у нас был это не этот сто процентов это был он колючек за 400 тысяч и так я дошел до двери вот этот вот ключик открывает ее двести пятьдесят три тысячи он сейчас стоит но я покупал за миллион начале ролика думаю было видно открываем что в нем есть крипта модуль модуль куртки у нас пусто здесь ничего краска и на полу и на полу и на полу а на полу больше ничего ради крипты сюда зашли и лям стоит тонну сейчас здесь 50 принципе он окупился следующий ключик 55 метров двигайтесь так стеклянная дверь открываем ключик стоил в районе двух миллионов или четырех даже не помню очень дорого прям очень на столе у нас для чипа модуль еще один чип и все под столом ничего нету следующая следующая у нас это главный офис я так понимаю да здесь я ничего не вижу ни на столе нигде далее есть два контейнера пусто и здесь ps далее на полу ничего здесь контейнер контейнере осень к и и все дожди бы 11 еще не прогрузилась нет здесь ничего нет ключ был самый дорогой но ничего нет возможно возможно здесь падает что-то хорошее но я этого не нашел сожалению или к счастью остался последний ключ это у нас получается ключ от кладовой джейсона так и 62 метра поехали дошел это двери открываем открыли с вами дверку и здесь у нас краска возможно какая-то краска дорогая в этом не особо разбираюсь поэтому вы сами смотрите может быть что-то и окупное брать краску я конечно же не буду потому что продать у будет для меня проблематично нет больше здесь ничего нету ни на полу нигде даже ухты даже нет контейнеров это кто покидался и кидался это игрок оказывается господи может селяться будет в принципе его заберу верно как осталось там с вами открыть это только you кирин получается мы что праве именно туда а каким-то чудом я все-таки добрался комната закрыты открываем мне можно попасть еще через вентиляцию но наша задача именно открыть потому что дорого стоит именно ключ здесь у нас ничего на полу лежит mpx который мне в принципе то и нужен в принципе нужен поэтому его я заберу закроем дальше здесь ничего здесь лежит второе письмо здесь мдр к и тут ничего по идее должна быть крипто но ее нету возможно что то здесь еще есть пластина и шлем 5s наверху еще лежат эти патроны 919 арки и на этом все здесь кстати вентиляции возможно что-то лежит нет ничего нету вижу купюры купюры еще есть они были наверху я бы их пока не заметил может быть кстати здесь что то есть еще но нет ничего здесь нету это как я начинаю бежать у меня персонаж встает короче я в текстуру попадаю это везде работает прикол и так после эвакуации мы получили с вами четыре миллиона двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят семь я не знаю как эти монеты называются новофунты по моему да вот вынесли две крипты значит оружие для разблокировки и шлем для разблокировки и кучу всяких ништяков по поводу ой по поводу по типу чипов и стратили карточку с тобой но это ничего страшного ну что вот мы открыли самые дорогие комнаты использовали самые дорогие ключи которые были только на черном рынке и вообще у меня на мой взгляд стоит покупать ключи которые стоят не дороже чем 500 тысяч потому что покупать ключи за миллион за 4 за 2 и за остальные суммы это просто бессмысленно это не окупается вообще никоим образом потому что у вас есть 5 примерно открытие за каждый ключ и не факт чтобы вообще за 5 открытий что-то выбить и хорошие поэтому я думаю она того не стоит покупайте крючки которые стоят 100 тысяч 500 тысяч и вообще смотрите лучше ролики где вам показывают какие двери открывать и все вот это вот ну а с тобой был жаркий это был ролик о том какие же все таки дорогие ключи на чир и вообще какая дорогая игра вот увидимся с тобой в новом ролике ты пиши свое мнение в комментариях и какой лут падал тебе и вообще открывала ли ты самые дорогие комнаты всем пока